Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга, и это новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Накануне нового учебного года все учителя должны сдать тест на COVID-19. Как в районе, так и в городе Витном пройдут у нас обследования более тысячи человек. Воспитатель детского сада из поселка Развилка стала участницей губернаторской программы «Социальная ипотека». Я всегда буду вспомнить вот этот звонок и смс-ку в 8 утра, когда Надежда Николаевна мне позвонила. Она говорит, Маш, мы все-таки смогли, мы победили. Наш двор – развлекательное мероприятие для детей в 6-м микрорайоне. Хочешь делать мир вокруг лучше – начни с себя. Все врачи Подмосковья до 1 сентября должны сдать анализы на COVID-19. Началось тестирование и в Ленинском городском округе. Оно проходит при участии и под контролем врачей Видновской районной клинической больницы. Одним из первых учебных учреждений, где педагоги пришли сдавать анализы, стала Лопатинская средняя школа. Туда и отправилась наша съемочная группа. Несмотря на каникулы, в коридорах Лопатинской средней школы царит оживление. Но это не ученики вышли на перемены, а работники образовательного учреждения собрались, чтобы сдать анализы на COVID-19. Начали мы с 17-го числа, с понедельника, обследование учителей. Как в районе, так и в городе Видном пройдут. У нас обследование более тысячи человек, 1200 человек. В день мы где-то берем по 120-130 человек обследуем. Перед тем, как приступить к процедуре, необходимо взять уже заполненный бланк с данными, куда впоследствии будут записаны результаты лабораторных исследований. В дальнейшем их внесут в единую информационную базу. Подписываться нужно, нет? Нет, нет, нет. За кого нет? Лопатинская школа была открыта в апреле прошлого года и стала большим подспорьем для жителей нового микрорайона. 1 сентября 2020 года в нее пойдет порядка 1300 человек. И это мероприятие – часть заботы о детях. В связи с тем, что учебный год проходил не в штатном режиме, некоторые педагоги у нас еще в отпуске. И вот сегодня у нас сдают 60 человек, и оставшиеся наших 10 педагогов сдадут в резервный день, который будет назначен после 25-го числа. Результаты тестов получают на следующий день. Пока в Ленинском городском округе среди педагогов, сдавших анализ, случаев выявления коронавирусной инфекции не было. Сдаются анализы в максимально комфортных условиях, и довольно быстро 60 человек приняли в течение часа. Смотри на меня, не переживай, не нервничай. Видно, в скорайонной клинической больнице предосхитили и еще одну проблему, связанную с началом учебного года – получение справок. Теперь родители будут тратить на этот процесс значительно меньше времени и сил. В детской поликлинике мы усилили эту работу, открыв два кабинета так называемых справок в один шаг. Запись открыли через портал государственных услуг, то есть можно через услуги МОСРЕКРУК записаться нашим маленьким детишкам и оформить любые формы справок в детские сады, в школы, в образовательные, в музыкальные школы, хореографии и так далее. Планируется, что тестирование учителей на наличие коронавирусной инфекции закончится до 27 августа. Всего в Московской области сдадут анализы 48 тысяч человек. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Уже несколько лет уникальных специалистов Подмосковья поддерживают по губернаторской программе «Социальная ипотека». Это существенное подспорье в покупке жилья для учителей, врачей и других работников социальной сферы. Одной из счастливых обладательниц сертификата стала воспитатель детского сада из поселка Развилка Мария Кременец. Наш корреспондент Екатерина Коваленко поздравила ее одной из первых. Я всегда буду вспомнить вот этот звонок и смс-ку в 8 утра, когда Надежда Николаевна мне позвонила. Она говорит, Маша, мы все-таки смогли, мы победили. Вот тогда это вот, я не знаю, я плакала. Слезы счастья сейчас на глазах воспитателя детского сада из Развилки Марии Кременец. Поверить в то, что мечта о собственном жилье скоро осуществится, она не может до сих пор. Мы жили у свекры со свекровью в одной комнате, нас четверо человек, и тем более разнополые дети. Конечно же, мы начали искать себе, подыскивать жилье. Удача улыбнулась Марии Сергеевне не сразу. Завет и сертификат удалось выиграть только со второго раза. И все это время ее поддерживала не только семья, но и сплоченный коллектив, в котором женщина работает уже 11 лет. Это большое счастье, когда высококвалифицированные специалисты, когда мастера своего дела, отдающие теплоту и душу, вкладывающие детей. Вот такие люди должны работать с детьми. Благодаря социальной ипотеке Мария Кременец будет оплачивать только проценты по кредиту. А сам основной платеж за квартиру погасит подмосковное правительство. В этом году в регионе обладателями таких сертификатов стали 15 воспитателей. Всех их объединяет профессионализм и постоянное желание развиваться. Недавно получила образование, еще одно высшее, как педагога дополнительного образования, что позволяет мне внедрять дополнительные адаптированные программы, чтобы более углубленно изучать их с детьми. Например, конструирование, технологии Воскоповича, Никитина. Но это позволяет идти в ногу со временем с образованием. Воспитатель – это больше, чем просто работа. Это призвание. Дети всегда бегут к Марии Кременец с радостью и улыбками. Они прекрасно чувствуют искреннюю любовь, внимание и заботу своей второй мамы. Мария Сергеевна, какая она? Дома, хорошая, милая, добрая, ласковая. Любите ее? Да! Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В нашу рубрику «Мобильный репортер» местные жители прислали видео, снятое у магазина «Магнит» на ПЛК-28. Два дерева, которые растут вблизи здания, внешне вызывают волнение. Их стволы растут к земле под углом примерно в 45 градусов. Жители обеспокоены тем, что они могут упасть. Здесь постоянно ходят люди, в том числе и дети. Конструкции, которые были сооружены для поддержки одного из стволов, вряд ли справятся с такой тяжестью. Если дерево начнет падать, оно с легкостью снесет. Это на вид не очень надежное сооружение. Автор видео просит службы, занимающиеся вопросами озеленения, обратить свое внимание на деревья, чтобы избежать несчастья. Сразу на двух площадках территориального отдела 6-й микрорайон прошли развлекательные программы для детей «Наш двор». Это одни из первых мероприятий такого формата после отмена режима самоизоляции. Сейчас жизнь возвращается в привычное русло, но в целях безопасности детей обеспечили средствами индивидуальной защиты. Родители наши активно принимают участие в таких мероприятиях. Дети счастливы. Конечно, за время пандемии очень заскучали по мероприятиям, которые и до этого у нас раньше проводились во дворах. Провели мероприятия активисты из молодежного совета. Вместе с аниматорами дети танцевали, принимали участие в конкурсах и играх, надували мыльные пузыри и фотографировались. Как бы нам сделать наш мир, ну, вокруг нас лучше? И, как говорится, хочешь сделать мир вокруг лучше, начни с себя. И мы решили начать с себя и подарить просто счастье, радость в дворы нашего Ленинского района, потому что программа у нас не только по-видному, еще в Миссайл будут программы, в Володарке, в Горках, в Измайл, ну и так далее. Одной из главных задач организаторы называют социализацию детей. Им хочется, чтобы мальчики и девочки, и, конечно, их родители, заводили друзей и новые знакомства благодаря таким проектам. Наш двор – это проект, который дарит детям счастье. И самое главное, чтобы из детства у людей оставались яркие воспоминания, и именно поэтому мы делаем для них сказку. Самые маленькие жители ближайших домов остались очень довольны уличным праздником. К слову, программу «Наш двор» придумал знаменитый клоун Алекс, и уже позже она пошла в народ. А вот традиция проводить Дни улиц в Видном появилась значительно раньше. В рубрике «Время назад» мы покажем сюжет 2014 года, в котором рассказывается об одном из таких дворовых праздников. После шествия трудовых коллективов многие видновчане отправились в парк культуры и отдыха. Здесь под сенью деревьев праздник продолжился. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С хорошим настроением, с хорошей погодой, с ребенком, в парке. С довольством. Это праздник, который позволяет выплеснуться всем чувствам, которые есть в душе каждого жителя этого города и показать свое отношение к этому городу, свою любовь к нему. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Многие имена на слуху. К примеру, Сергей Фомичев, педагог дополнительного образования Творческого центра «Импульс». Воспитанию подрастающего поколения посвятил 16 лет. За это время наш коллектив добился огромных успехов. В частности, в прошлом году у нас был творческий вечер в Центральном доме работников в Северской школе в Москве. Это для подмосковного любительского коллектива редкий случай. В городе я покушаю процветание и, конечно же, приходите заниматься в Центр детского творчества. Вот так. Кому отдых, а кому работа. Но работа, доставлять радость и поднимать настроение другим, особенно детворе, приятно. Один из четырех праздников улиц прошел в Расторгуево на Петровском проезде. Его с нетерпением ждали как дети, так и взрослые. И праздник получился замечательный. Ребячий задор не смог остановить и меня. Веселый хоровод вернул в детство даже местных бабушек. В пляс пошли руки, ноги и голова. Мы ждали этого праздника, конечно. Нам очень нравится. И почаще такие праздники у нас устраивали. Тут же можно было несколькими умелыми розчерками кисти изменить внешность до неузнаваемости. Девчонок сложнее гримировать, потому что девочки любят и цветочки, и сердечки, и бабочки. А мальчишкам тигренка, человека-паука, джокер и все. Где мадренький? А бабушки тем временем подпевали исполнительницам народных песен. Как настроение? Нормальное. Отличное, отличное. Как что-то такие праздники нужны? Конечно, нужны. Неужели не нужны? Мы бы здесь встретились, поговорили, песни попели, повеселились. Правильно, девочки? Вот. Спасибо администрации. На этой площадке на Петровском проезде не только в праздники, а каждый вечер собираются десятки местных жителей из близлежащих домов. Чтобы двор был уютным, ухоженным, мало усилий только работников коммунальных служб. Каждый должен любить свой двор, уверена Галина Семеновна Заботкина, старшая по дому номер 16. Возможно, именно такие мероприятия и поспособствуют объединению соседей. А там, глядишь, и не только общие праздники будут, но и общие дела. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ. На сегодня новостей больше нет. Всего доброго. До свидания. Берегите себя.